Приветствую вас. Смотрите, начать нужно с того, что вы своего ребёнка поместили в такую среду, где действительно очень сложно что-то делать. То есть вы говорите, что она учится в экономическом лицее, да, то есть это не пустяки. Вот. Она единственная девочка-отличница в классе, это накладывает определённую ответственность. Она занимается художественной гимнастикой, это тоже как-то накладывает определённую ответственность на ребёнка. Вот. И, понимаете, в этой среде, когда она находится в постоянной борьбе, в постоянной борьбе и в постоянном процессе достижения успеха. То есть неизбежно, конечно, найдутся завистники, неизбежно найдутся завистницы, неизбежно найдутся те, кто будет недоволен. Это нормально. Вот. Вопрос заключается в том, как она сама относится к тому, что происходит, как она сама относится к тому, что у неё есть, есть, как она сама относится к тому, что, как бы, она делает, тому, с чего она достигает, тому, с чего она добивается, и самое главное, да, что это, вот то, как она ко всему этому относится, прямо вытекает из вашего отношения к этому, на самом деле. Это первое. То есть тут советов никаких дать вы, в принципе, не можете, потому что, ну, какой можно дать совет, на самом деле. То есть, какой можно дать совет, ну, что вы можете посоветовать такого, что, ну, что вы, вот, чего бы она не знала. То есть, я думаю, что ничего, если честно. Я думаю, ничего. Поэтому здесь дело не в совете, а в том, как вы относитесь сами к успехам, здесь дело именно в том, как вы сами воспринимаете успех, как вы сами воспринимаете то, к примеру, да, к примеру, как и что у вас получается, как и что вы делаете, как и что у вас у самой есть. И вот, наверное, где-то, где-то вот на этом этапе, на этом уровне и нужно делать. То есть, если, если ребёнок сейчас, вот, она для себя не увидела какого-то позитива в том, что происходит, если она сейчас для себя не усмотрела вариантов поведения, да, если она сейчас, вот, имеет с этим определённые сложности, то это говорит о том, что у неё проблема вообще с отношением к тому, что она делает. То есть, это говорит о том, что для неё вот то, что она делает, это приобрело некий такой самостоятельный, аутентичный смысл. Понимаете, какая штука, какая штука. Вот. И это, конечно, ну, довольно тревожная история, довольно тревожный момент, потому что для ребёнка, конечно, очень желательно, чтобы всё-таки ей что-то нравилось, что-то она делает, чтобы её саму это привлекало, чтобы ей самой было приятно, чтобы ей самой хотелось делать, что-то она делает. Вот. А судя, потому что вы описываете этого, ну, это не совсем так, потому что, ну, именно потому что вот она плачет. То есть, как бы она, как бы, реагирует негативно на то, как вот, значит, девочки это воспринимают. Вот. То есть, оно и понятно, да, это не просто девочки, это её друзья, её подружки. Вот. И понятно, что она, как бы, в этой конкуренции выигрывает. Вот. Но, допустим, те же подружки, да, они не знают, насколько тяжело приходится ей, насколько тяжело, насколько сложно ей. Ну, они этого не знают, они этого не могут знать, и... Она этого донести, ну, скорее всего, не сможет до них. Вот. К сожалению, к сожалению. Вот. Это первый момент. А второй момент, который я хотел бы донести, да, это то, что вы ничего не описываете по поводу, собственно, прояснения ситуации. То есть, вот вы говорите, значит, есть две подруги. Сейчас девочек начали высказывать своё негативное мнение относительно того, что мальчики мою дочь считают красивыми, умными, остальные толстыми коровами и тупыми. Говорят, что она выпендривается на физкультуре и носит дорогую одежду. У них нет такой возможности. Ага, смотрите, значит, ну, по поводу того, что мальчики с ней общаются там и так далее, тут это, на самом деле, опять же, зависит от отношения к ребёнку. То есть, как ребёнок к этому относится, так, собственно говоря, девочки к себе ведут, да, то есть, если ребёнок относится к этому абсолютно легко, просто и ведёт себя по-свойски, то, ну, наверное, и девочкам чего бы не пришлось чувствовать и ощущать. А если она, я имею в виду, ваша дочь реагирует на это, может быть, излишне зажата, может быть, излишне она реагирует на это излишне эмоционально как-то, то есть, не спокойно, не свободно, то девочки это воспринимают именно так. И да, это очень неприятно, но вы бравы, когда говорите, что дети это, дети жестокие, но не в том смысле жестокие, что они могут что-то сделать, а именно в том смысле, что вот, да, такой момент есть. Вот. То есть, тут, именно отношение к мальчикам, это через её собственность, через её, ну, через её отношение. Вот. Значит, это, это, ну, такой момент, такой аспект, да? Вот. А что касается вот того, что она выпендривается, того, что она выпендривается, как говорят девочки, вот этот момент, конечно, очень важный, потому что, ну, этот момент, он очень важный, то есть, вы об этом ничего не говорите, вот. Но, правда ли она так, так делает? То есть, правда ли она так, как-то, как-то вот ведёт себя? Вот. Понимаете, какая штука? Понимаете, какая штука? На мой взгляд, это очень такой важный момент, в самом смысле, если она действительно, если она вот именно, ну, если она действительно ведёт себя как-то негативно, вот, то, конечно же, девочки будут обращать на это внимание. А вот этого никуда не деться. Это нормально, поэтому здесь нужно, мне кажется, скорректировать, ээээ, В первую очередь, наверное, поведение именно вашего ребенка, чтобы это не было чем-то таким необычным для нее, опять же, да? Чтобы это не было чем-то необычным и уникальным для нее, вот, соответственно, вот такой, ну, такой момент, вот, значит, дальше, дальше, так, моя дочь очень переживает и плачет, по поводу чего она переживает и плачет? Значит, я хочу дать совет так, чтобы, значит, не обидеть и так обиженных девочек, я бы сказал, что ничего не выйдет, потому что те, кто обижен, они будут обижаться и так, и им, как бы, ну, им не нужно, им не нужен повод. Да, им, я серьезно говорю, им, им повод, ну, не нужен, вот, и если кто-то обижается, то обижается просто, ну, просто там кто-то обижается, как бы, вот, это, это, на мой взгляд, эта история вполне очевидна, вот. Поэтому, как бы, боятся обидеть девочек, ну, явно, явно не что, потому что они и так уже обиделись и, как бы, порно, порно уже, уже порно, уже порно, уже порно что-либо делать. В этой, на мой взгляд, ситуации. Вот. Это такой момент, который я могу, могу вам ответить. Вот. Что касается совета, никакого совета, как я уже сказал, бить не может, потому что это ситуация парадоксальная, здесь выводит только... отношение, где-то вводит только отношение, ну, ребёнка к этому. Это, то есть, если ребёнок относится к этому хорошо, если ребёнок относится к этому ад десять, если ребёнок, сам как-то вот может быть, значит, ну, что-то для себя сделать, да, если ребёнок может для себя вот эти моменты определить, то, значит, значит, ну, всё как бы нормально в этом смысле, если у ребёнка нет отношения именно к данной ситуации, то оно не появится сразу, понимаете, и советы все будут на самом-то деле по большому счёту очень искусственными, просто искусственными, то есть, понимаете? Вот, так что мне кажется, что советы давать, ну, не нуть, просто можете исключить активные слушания и проспрашивать у ребёнка относительно того, что она чувствует, что она хочет и так далее. Ну, можно, 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 значит, обратить её внимание на то, чтобы она была осторожней, можно обратить на это внимание. Можно, значит, как-то вот не только художественной гимнастики, да, чтобы она занималась, но можно и чтобы она могла в случае чего себя защитить, вот. Понимаете? Какая штука. вот это вот тоже такой аспект, такая штука. Ситуация, кажется, неприятная, безусловно, вот, но если у вас, к примеру, есть гордость за ребёнка, что она учится вот в, ну, сама такая успешная, что она такая красивая, что у неё там, например, большое будущее, вот. Если у вас есть гордость, то это же гордость передаться, к сожалению, и ребёнку тоже. И если вы можете это как-то контролировать, вот, то она не может, она не умеет. вот, и, возможно, вам стоит пересмотреть именно своё отношение к ней. То есть, ну, просто по-другому с ней общаться немножко, общаться более так, более просто, более и более по-свойски, да, что-то, вот. и, ну, возможно, возможно, имеет смысл отношение к дорогой одежде девочке по исследованию. То есть, ну, и вам с точки отношения к дорогой одежде, ну, извините, потому что может быть зависть просто из-за, как бы, просто зависти. То есть, такое может быть вполне. Вот. А может быть, да, из-за действий самого человека. И если зависть просто сама по себе, она всегда была, если будет, никуда от этого, никуда от этого не деться. Вот. Что зависть, по какой-то, какой-то, вот, аer, значит, по поведению какого-то, ну, по поведению человека это не очень хорошая история. Вот. Вот, в принципе, такой аспект, я думаю, можно вам вынести. Я понимаю, что, возможно, вы хотели бы для себя чего-то другого. Вот, я понимаю, что, возможно, вам хотелось бы какого-то другого ответа. Но, тем не менее, тем не менее, ситуация вот такая пока что, на данный момент. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если вы сделаете его лучшим, я вам желаю всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ваша ситуация успешно разрешится и конфликта не будет. Спасибо. 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 Спасибо.